Привет всем любителям поэзии Чауса Буковски. Сегодня в моем переводе вы услышите его стих «Friendly advice to a lot of young men». Дружеский совет многим молодым людям, который он написал в 1957 году. Этот совет звучал так «Только не пишите стихи». Это стихотворение мало понятно большинству молодых людей, и не только молодых. Я думаю, что поэт затрагивает здесь сложные психологические аспекты, которые едва ли понимают большинство людей. Почему он пытается удержать молодых от написания стихов? Может, он думает, что поэзия непостижима, а может, просто глубоко уходит в себя? Молодежь всегда пытается воображать и писать свой путеводитель по жизни. Каждое произнесенное слово будет иметь определенный вес в их будущей судьбе. Тут нужен серьезный жизненный опыт при составлении такого важного документа. Следует подчеркнуть, что в молодом возрасте мы часто спешим, и наша роль в предопределении бывает ошибочна. Во время всей своей жизни мы видим кучу намеков, которые определяют, как мы будем интерпретировать и понимать то, что мы переживаем сейчас и в будущем. Но всегда ли это соответствует действительность? К счастью, у нас есть опыт гениальных людей, которые сконцентрировали свою жизнь на творчестве, и которым дано право на точные советы и ценные подсказки. Одним из таких был Андрей Тарковский, который сказал, что молодые люди, как и вообще все люди, должны научиться и уметь оставаться в одиночестве, быть людьми, быть личностями. В своем сталкере он прекрасно это показал. То есть искусство кино – это его метод показать, как нужно жить. Каждый творческий человек пользуется своими методами. А великий мистик, гуру Георгий Гурджиев подарил нам сакральные танцы. Это культура народов мира еще из античных времен. А своей дочери он оставил список из 83 прекрасных учений. Это все показано как в движении, так и в его философии. В свою очередь, Буковский выражал свои мысли и свою философию в поэзии. Конкретно в этом стихотворении Буковский, так же как и Тарковский, Гурджиев, по-своему показал дух автора, смесь юмора, сарказма и игривого декаденса. В 21 строчке этого стиха заложена особая рекомендация, которую мы можем включить в наши собственные инструкции по жизни. А сейчас мой перевод. Дружеский совет большинству молодых людей. Отправьтесь в Тибет. Катайтесь на верблюде. Прочтите Библию. Покрасьте обувь в синий цвет. Отрастите бороду. Совершите кругосветку на бумажном каноэ. Подпишитесь на вечернюю субботнюю газету. Жуйте только левой челюстью. Женитесь на женщине с одной ногой и брейтесь опасной бритвой. Вырежьте свое имя у нее на руке. Чистите зубы бензином. Спите весь день и лазайте по деревьям ночью. Превратитесь в монахов и пейте клей с пивом. Держите голову под водой и играйте на скрипке. Исполняйте танец живота в свете розовых свечей. Убейте свою собаку. Избирайтесь в мэры города. Живите в бочке. Проломите голову топором. Посадите тюльпаны под дождем. Только не пишите стихи. Так завещал Хэнк Буковский. Чарльз Буковский. Friendly advice to a lot of young men. Сейчас оригинальный английский текст. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Plant tulips in the rain, but don't write poetry, please. Многим людям нравится, как я перевожу Буковский. Я надеюсь увидеть ваши отзывы. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok